Всем привет! Меня зовут Екатерина и добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поделиться с вами подборкой моих любимых нюдовых карандашей для губ. Ну и небольшая важная ремарка перед началом этого видео. Я постаралась сделать эту подборку исходя из какого-то среднестатистического типажа моих клиентов, так как я работающий визажист, а не исходя из моего типажа, так как некоторые из этих карандашей могут смотреться на мне чуть-чуть темнее, чем обычный нюд. Ну и также хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки и пишет комментарии. Это очень мотивирует меня снимать видео чаще и также очень сильно помогает развитию моего канала. Вот все карандашки, про которые я сегодня буду рассказывать. И давайте, пожалуйста, начну с такого бренда, как NYX Cosmetic. Здесь я хочу показать вам карандаш в оттенке нюд беш 857. И можно сделать очень натуральный контур губ. Также можно добавить себе небольшой объем, если это вам требуется. У него очень универсальный оттенок. Формула очень приятная, отлично носится, отлично растушевывается, тянется. Все с ним прекрасно. Также он невероятно доступный. Мне кажется, бренд NYX можно купить как и в их розничных магазинах. Также есть и в золотом яблоке этот бренд. Также на Wildberries он представлен. Поэтому этот бренд очень-очень доступный, как по цене, так и в плане покупки. И цвет действительно подходит очень многим. Я его тестировала на абсолютно разных типажах внешности. И он подходит как и прохладным типажам, нейтральным, каким-то чуть более теплым. Единственное, кому он может не подойти, это если у вас достаточно загорелый тип внешности. Тогда он будет смотреться на вас, ну, немного, скажем так, бледновато. Также из доступных по цене это бренд Stellarie оттенок 15 Cool Nude. У меня из всей линейки, к сожалению, только один этот карандаш. Я купила его, чтобы попробовать на себе. Мне безумно понравился и оттенок, и формула, и цена у него очень приятная. Он действительно очень классный по оттенку. Холодный, светлый, подходит блондинкам, таким, как я, светловолосым. Поэтому очень рекомендую, если вы ищете какой-то базовый нюдовый карандаш, но при этом все нюды для вас слишком насыщенные, слишком яркие, как на мне, как видите. Многие нюдовые карандаши на мне смотрятся темновато, поэтому мне приходится изыскивать какие-то, может быть, не такие популярные и очевидные оттенки. Но в линейке у Stellarie действительно большой выбор, поэтому я думаю, вы что-нибудь себе со своим типажом обязательно найдете. Ну и следующий карандаш это Pupa True Lips, у меня в оттенке 004. Это, мне кажется, один из самых продаваемых, я думаю, карандашей в бренде Pupa. Очень-очень популярный бестселлер. Очень многим нравится этот оттенок. У меня он, кстати, по-моему, сейчас на губах, если я ничего не перепутала, потому что я уже столько этих карандашей насфочила, что просто запуталась уже. Это, кстати, любимый карандаш моей мамы. Она просто обожает его и постоянно покупает. У нее там 1-2 на смену всегда есть. Это очень ходовой, холодный, такой нюдовый оттенок. На мне он смотрится чуть-чуть темнее. Я его рекомендую таким стандартным, средним по насыщенности типажам. Каким-то очень светлым типажам он будет темноват, как на мне. Но в целом это очень ходовой оттенок. По формуле тоже очень классный, мягкий, классно носится. На губах очень тоненько ощущается. У нее такой сатиновый финиш. Также у бренда Pupa огромная линейка тоже по оттенкам. Поэтому не только 004 у них является популярным. Можете посмотреть всю линейку. Мне кажется, формула очень классная. Вот эти три предыдущих карандаша – это классическая формула в дереве. То вот эти следующие два карандаша – это бренд Colourpop. И они уже идут как гелевый карандаш. То есть он с фиксацией. И как только вы наносите карандаш, через какое-то время он немножко застывает на губах. И выглядит как что-то подобное, как матовая помада. Но не настолько плотная, не настолько иссушающая. У меня этот карандаш в двух оттенках. Один Another Round и другой Beeper. Вообще у бренда Colourpop отличный выбор нюдовых оттенков. Очень классно можно гуглить свочи и найти себе какой-то подходящий. У них действительно очень классная палитра оттенков. Но вот эти два, они такие более-менее одни из самых популярных в линейке. Another Round – это более базовый, нейтральный, такой персиковатый нюд. И Beeper – это более холодный, такой вот, как у меня сейчас, немножко с фиолетовым подтоном. Пройдя половину этого видео, я подумала, а не сменить ли мне цвет карандаша на моих губах? Ну и поехали дальше. И следующий карандаш – это MAC Subculture. И по его размеру, я думаю, вы видите, насколько он у меня является ходовым. Это супер универсальный, нейтральный, каждодневный, очень классный бежевый нюдовый карандаш, который также подходит огромному количеству людей. Если вам нравится формула карандашей от MAC, я вам безумно советую этот цвет. Нет, единственная формула карандашей от MAC, она немного такая особенная, она не такая мягкая, как обычно мы все привыкли. Она чуть-чуть более твердая, чуть-чуть, может быть, пластилиновая, не такая жирная. Но это очень удобно в некоторых случаях. Вы можете очень остро заточить этот карандаш и сделать прям суперчеткий такой контур, который даже не надо будет никак подчеркивать консилером, потому что твердость карандаша позволяет вам нарисовать очень тоненькую и очень четкую линию. По формуле карандаш тоже невероятно комфортный, очень классно носится, по стойкости средний, так как он в дереве и не застывает, как предыдущие карандаши от Colourpop. Ну и далее очень классный холодный экземпляр, это бренд Lime Crime в оттенке Topest. Это очень-очень классный холодный именно оттенок, немножко с розовинкой, немножко даже такой фиолетовый, очень классный для холодных типажей, я его просто обожаю. Это очень комфортная кремовая формула, которая очень классно носится, очень стойко. По оттенку он чем-то напоминает мне Pupa 04, он тоже такой же прохладненький и с розовым подтоном. Внутри последних карандаша это американский бренд Kim Kardashian, это KKW Beauty. У меня в трех оттенках это Nude 0, Nude 05 и Nude 1. У меня сейчас на губах Nude 05, мне безумно нравится этот оттенок именно на себе. Мне безумно нравятся эти карандаши по идее и по формуле. Очень крутая идея, что у них есть линейка с очень подробными такими маленькими ступеньками между оттенками нюдов. То есть каждый может подобрать себе какой-то более подходящий оттенок. Также мне очень нравится формула, они безумно кремовые, безумно комфортные. Они фиксируются, но при этом все равно не высушивают губы. Но единственное, что мне в них не очень нравится, это воплощение этой, вроде казалось бы, классной идеи. Дело в том, что так как это американский бренд, то у них все карандаши, как видите, немножко с таким тепло-оранжеватым подтоном. Поэтому если вы прям очень-очень-очень холодного типа, то я бы, конечно, сторонилась бы этих карандашей и лучше бы посмотрела в сторону Lime Crime Topest и Pupa 04. Потому что вот эти карандаши, они больше для нейтральных типажей и для теплых. Как видите, здесь присутствует такая немножко оранжевинка в карандашах. И по формуле, мне кажется, они очень похожи на Color Pop. Ну, точнее, я бы сказала, что Color Pop похожи на эти карандаши, так как эти карандаши стоят дороже, чем Color Pop. Единственное для меня отличие, Color Pop немножко чуть-чуть, может быть, не такие комфортные, как эти. То есть они более иссушающие, но в принципе, если у вас нет обоих карандашей, вы не можете непосредственно их сравнить, вы вряд ли заметите эту разницу. Она очень минимальная. Кстати говоря, оттенок Nude 0, он даже мне светлый, и я полностью им губы никогда не крашу. Я его использую для высветления серединки губ, для создания эффекта омбре. Поэтому я его отдельно покупать не советую, только если в комбинации с каким-то потемнее, чтобы создавать такой эффект пухлых губ. Но по отдельности он достаточно светловат. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Буду ждать ваших комментариев о том, какие ваши любимые нюдовые карандаши. И, возможно, вы что-то пробовали из моих фаворитов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!